Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария продолжают свою работу в студии Мадина Урусова и Азнор Аттаев. В начале выпуска, коротко о главных темах. Деятельность региональных властей должны оценивать сами граждане. Новая методика будет разработана по распоряжению премьера страны Владимира Путина. Нашла коса на камень. Пока сотрудники Нальчик-автобус-странца не могут договориться с руководством, городская мэрия вынуждена обеспечивать перевозку пассажиров. Тропический уголок среди зимы. В санатории Нальчик зацвели экзотические растения. Кабардино-Балкария в числе регионов, которые сократили сумму неэффективных расходов. Об этом было заявлено на селекторном совещании по вопросам эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов. Провел его председатель правительства России Владимир Путин. Премьер дал оценку действующей системы работы губернаторов и подчеркнул, настала пора менять критерии, по которым она проводится. Надо обязательно учитывать общественное мнение. По словам Путина, зачастую на бумаге регионы выглядят привлекательно, но население местным руководством почему-то недовольно. В новом перечне предусмотрена и дополнительная финансовая поддержка для тех, кто реализует проекты развития. У нас сформировалось ядро сильных регионов. Среди традиционных лидеров это Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область, Белгородская область, некоторые другие субъекты Российской Федерации. Важно, что к ним подтягиваются новые успешные регионы. Так хорошая динамика развития у Пензенской области, кабарина Балкарии, неплохие результаты. Владимир Путин поручил федеральным Минфину, Министерством регионального и экономического развития ускорить разработку новой методики оценки деятельности регионов. Как отметил руководитель Минрегионразвития России Виктор Басаргин, в прошлом году общая сумма неэффективных расходов снизилась почти на 30 миллиардов рублей. В два раза сократили неэффективные расходы Мариэл и Кабардино-Балкария. В самой республике уверены, положительная оценка деятельности властей – залог успешного социально-экономического развития региона в перспективе. Кабардино-Балкарская правда сегодня публикует ряд указов о переименовании администрации и управления делами президента и правительства КБР в связи со вступившими в силу изменениями в Конституцию КБР. Напомним, с 1 января официальная должность Арсена Конокова – глава Кабардино-Балкарской республики. Соответствующий федеральный закон был применит после того, как в 2010 году руководители большинства субъектов Северного Кавказа обратились к Дмитрию Медведеву и предложили переименовать их должность. Свой шаг они объяснили тем, что президент в стране один, а в субъектах пусть будут главы. До 1 января 2015 года регионы должны привести свои конституции или уставы в соответствии с новым законом. Парламент Кабардино-Балкарии сделал это одним из первых. В результате название поменяли и администрация, и управление делами президента и правительства. Теперь это администрация главы КБР и управление делами главы и правительства КБР. Аналогичные изменения внесены в республиканский указ об уполномоченном по правам человека. Сегодня исполняется 69 лет со дня освобождения Кабардино-Балкарской республики от немецко-фашистских захватчиков. Войска Закавказского фронта перешли в наступление в декабре 42-го. Одновременно активные действия против противника начали и партизанские отряды. В Нальчик советские войска ворвались ночью 4 января 43-го и уже к утру освободили столицу Кабардино-Балкарии. А 11 января части 37-й армии завершили изгнание гитлеровцев с территории всей республики. Как только красноармейцы освободили и при Эльбрусе, альпинисты поднялись на пик Европы и, сбросив фашистские штандарты, торжественно водрузили государственный флаг СССР. В оккупации Кабардино-Балкария находилась около 4 месяцев, но и того хватило, чтобы нанести невосполнимый ущерб республике. Были разрушены заводы и фабрики, школы, больницы и другие объекты народно-хозяйственного назначения, разграбленное имущество горожан. 5 января был освобожден прохладный, 6 января – Баксан и другие населенные пункты. В ожесточенных боях за свободу Кабардино-Балкарии погибло более 20 тысяч человек. Уже второй день водители пяти автобусных линий не выезжают по своему маршруту. Сотрудники НАЧИК «Автобус-Транс» решили объявить своему руководству бойкот. В чем причина забастовки, как это сказывается на пассажирах, и, коль скоро, разрешится ситуация. В причинах разбирался наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Все началось еще вчера. Водители предприятия «Навчик-Автобус-Транс» отказались выезжать по своим маршрутам. Не устраивают условия труда, заработная плата и многое другое. Прийти к компромиссу руководству и рабочему классу так и не удалось. Сегодня на линии не вышли водители автобуса в номер 1, 6, 11, 14 и 17. Мы не согласны нашим руководствам. Поменяйте, пожалуйста, и мы дальше начнем работать. Постоянные перебои со светом и отоплением помещений, задержка заработной платы, по словам водителей, и вынудили их пойти на этот отчаянный шаг. Правда, по словам директора, причина здесь в ином. Сравнительно недавно в автобусах дальнего следования установили камеры, чтобы учитывать точное количество пассажиров, которые пользуются их услугами. Затем был повышен план выручки. Соответственно, возможность левого заработка для сотрудников «Нальчик-автобус-транса» была исключена. Требования запасовщиков сегодня звучат так. Чтобы достойный заработок был, чтобы ремонт был налаженный, чтобы все стояне не мерзли там и не грелись в буржуек, чтобы задолженность не неращивалась, а гасилась, чтобы топливом обеспечивалось, качественным топливом, транспортом, также качественными запасными частями. «Мы знаем о существующих проблемах и стараемся решить их в меру своих сил», говорит руководство предприятия. Долг по зарплате обещают погасить полностью в течение месяца. Другие проблемы тоже будут устранены. Но это уже требует времени и средств. 37,5 миллионов Минсот задолжал нашему предприятию. Это для нашего предприятия огромная сумма. Если бы она была выплачена, все проблемы были бы решены и даже можно было бы строить планы на будущее. Пока же требования бастующих весьма расплывчат и с официальным письмом, жалобой или заявлением они никуда до сей поры не обращались. Свои требования выражают весьма эмоционально, но в рамках правового поля действий никаких. Данное вот это мероприятие, как мы можем его назвать, или это забастовка, или приостановка работы, она на самом деле, она незаконная. Должны были быть уведомлены все органы, как говорится, власти, руководитель, если чем-то они недовольны. В этой ситуации выходить из положения в срочном порядке пришлось именно администрации города. Самое главное, население не ощутило нехватки транспорта, отмечают в мэрии. В случае невыхода завтра на работу, за счет привлеченного транспорта других предприятий, которые уже работают на городской сети, недостаток количества выхода автобусов будет восполнен в необходимом объеме. Альберт Коцаев, Асламур Захандохов, Вести Габардино-Балкария. Другим темам. Для агроконцерна «Золотой колос» прошлый год выдался урожайным на дорогостоящие бизнес-проекты. Сельхозпредприятие динамично развивается в условиях высокой конкуренции. Будущее за инновационными технологиями, считает руководство компании и уверенно воплощает в жизнь свои идеи. Промежуточные итоги работы предприятия и планы на ближайшее будущее в материале нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Генерального директора агроконцерна «Золотой колос» Арсена Утижева можно смело отнести к категории самых амбициозных и преуспевающих участников агрорынка Кабардино-Балкарии. Несколько лет назад он возглавил развалившееся республиканское племоведнение и, по сути, начал, как говорится, с чистого листа. На месте руин сегодня агроконцерн «Золотой колос» первый и пока единственный в своем роде в Северо-Кавказском федеральном округе. В структуре современного многопрофильного предприятия 21 подразделение, где заняты порядка 500 человек. При концерне успешно функционируют филиалы кафедр зоотехни и механизации сельского хозяйства Кабардино-Балкарской сельхозакадемии имени Кокова. «Золотой колос» в идеальном состоянии содержит около 10 тысяч гектаров пашни на арендной основе. Одним из приоритетных направлений предприятия является животноводство. На данном этапе его поголовье составляет более 4 тысяч голов крупного рогатого скота, тысяча овец, 500 коз, есть кролики и лошади. Сегодня агроконцерн подводит предварительные итоги года, определяет для себя задачи на нынешний. Те задачи, которые стоят перед нами на этот год, это строительство комбикормового завода. Проект очень серьезный и сложный, как по исполнению, так и по финансированию. Мы его хотим завершить к концу 2012 года. Я думаю, что те задачи, нерешаемых задач мы перед собой не ставим. Поголовье дойного стада планируется довести до 3,5 тысяч голов с годовым удоем свыше 7 тонн молока. Прошедший год «Золотой колосс» завершил реализацию ряда серьезных инвестиционных проектов общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Динамичным темпом идет сооружение в Нальчике трех современных комбинатов по переработке мяса крупного и мелкого рогатого скота, птицы и молока. В Рубанском районе введен в строй мощный элеватор с комбинатом по производству комбикормов для отрасли животноводства. Новые объекты оснащаются современным технологическим оборудованием ведущих европейских производителей. Параллельно агроконцерн почти завершил реконструкцию пяти крупных животноводческих объектов в Зольском, Терском, Майском и Черекском районах. В этом году, буквально в феврале-марте месяце, начинается программа, очень серьезная программа, это семейные фермы, так скажем, где вот через семейные фермы руководство республики хочет увеличить, совершенно выйти на другой уровень животноводства в Кабрино-Балкарской республике. Сегодня руководитель Золотого Колоса самые большие надежды возлагают на главную составляющую концерна Агротехнопарк. За ним, как говорят на предприятии, будущее инновационного селхозбизнеса в Кабардино-Балкарии и по всей России. Сафар Гириев, Анатолий Гереко, Вести, Кабардино-Балкария. У каждого свой характер и особые предпочтения. Зеленые обитатели оранжереи санатория Нальчи круглый год радуют глаз красочным цветением и даже приносят неплохой урожай экзотических плодов. В атмосферу тропиков среди зимы окунулась и наша съемочная группа. Слово Ани Сурхайхановой. Свыше 180 разновидностей растений. Этот уголок тропика в санатории Нальчик растет уже более десятка лет цветения. Здесь проходит круглый год, когда увядают одни, эстафету перехватывают другие. Зимой бесспорная королева бала, именуемая в народе райской птицей, стрелится королевская. И в отличие от большинства тепличных растений, со своего трона она не сходит. Пересаживать нельзя. Все экзотики, которые тут есть, они в основном у нас для того, чтобы мы их выставляли на улицу. Летом. В пиках цветения, в пиках красоты. Зимой они здесь сохраняются. Приобретаем, где только не бываем, оттуда везем. Мы выписываем по каталогам, приобретаем где-то на ярмарках, в столицах, в других городах, на курортах. За столько лет ухода за растениями сотрудники успели выучить предпочтения каждого из них. Кому нужно больше влаги и света, а кто любит тени прохладу в тепличных условиях, есть возможность учесть предпочтения каждого цветка. Это растение – денежное дерево, красула. Его можно раз в неделю поливать. Такое неприхотливое растение. С лимонного дерева совсем недавно сняли очередной урожай. Следующий будет только в декабре, говорят садоводы. Растение цветет в феврале, потом плод зреет 9 месяцев и цитрус готов к потреблению. Цветы из этой теплицы в основном используются для декорирования зимнего сада в самом санатории. Многие виды коллекционные. Нелюбимых растений у меня нет, говорит Павел Морозов. Каждая из них уникальна по-своему и украшать. Ими можно все, что угодно. Одно из увлечений дизайнера – изготовление декоративных люстр из экзотических тыкв. От сложности рисунка зависит. Какой ты бы думаешь. А самая главная проблема – это найти материал. Его почти сейчас нет нигде нормального стекляруса. Красиво, но на изготовление одной такой люстры уходит примерно месяц кропотливой работы. Но зато потом – какая красота. Анна Сурхайханова, Альберт Корцаев, Асламур Захан Дохов, Вести, Кабардино-Балкария. На этом служба информации завершает свою работу. А посмотреть выпуск еще раз можно на нашем сайте вести.кбр.ру Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра. А мы с вами прощаемся. До встречи. Внимание! В салонах Ленар Оптик скидка на коллекцию солнцезащитных очков и оптических оправ до 30%. Нальчик, Ногмова, 70, Пачева, 36. Империя стиля – торжество новых тенденций мебельной моды. Ваша индивидуальность – наша работа. Салон Импера, Ногмова, 6. Здравствуйте! В предстоящие сутки на территории республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра штутного столба. В Зольском районе переменная облачность. Дождь плюс 3. В горах снега у подножия Эльбруса холод достигнет 5 градусов. Снег пройдет и в Тернаузе. Слобики термометров опустятся ниже нулевой отметки на 2 градуса. В Оксане, Чигеме и Нардкале облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Плюс 4-5. В Прохладненском и Майском районах также около 4. Осадки не исключены и здесь. В Терском и Лискинском районах также дождливо. 3-4 выше нуля. Такая же погода и в Черехском районе. Плюс 3. В Нальчике переменная облачность. Небольшой дождь и 4 градуса. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»!